Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. И разговор у нас пойдет сегодня о делах криминальных. Израильская полиция раскрыла преступление, которое произошло достаточно давно. Это было изнасилование в Иерусалиме. Преступника тогда обнаружить не удалось. И вот сейчас при помощи новых технологий это свершилось. Ленуа Ашрам, олимпийская чемпионка. Гордость израильской художественной гимнастики. У нее было похищено ожерелье, ожерелье, которое ее наградили за победу на Олимпиаде. И вот полиции удалось найти это ожерелье. Ну и спецподразделение израильской полиции действует на израильско-иорданской границе по пресечению контрабанды оружия и наркотиков. На связи с нашей студией пресс-секретарь полиции майор Михаил Зингерман. Михаил, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Ну давайте начнем с Иерусалима. Действительно, вы совершенно правильно заметили, 2009 год изнасилования, которое произошло в этом году, представляете, это 13 лет назад. И я много раз вам рассказывал о новых технологиях, которые находятся сейчас в распоряжении израильской полиции. И именно эти технологии, продвижение в этих технологиях позволили нам раскрыть это очень серьезное, очень опасное преступление. О чем идет речь? Как я уже сказал, в 2009 году иностранная туристка, которая находилась в Иерусалиме на определенном семинаре, шла по одной из улиц нашей столицы, держа в руках музыкальный инструмент. И к ней подошел молодой человек, причем очень важно отметить, вы знаете, на тот момент он был несовершеннолетним, ему было 17 лет и несколько месяцев. Он подошел к этой девушке и предложил помощь, помочь ей поднести этот музыкальный инструмент. Девушка-туристка согласилась. И так они пошли дальше, было уже достаточно темно, они зашли в определенный такой, скажем так, парк небольшой. И там, именно в этом месте, подозреваемый напал на туристку, напал на эту девушку, нанес ей тяжелые телесные повреждения, изнасиловал ее в очень тяжелой форме, скрылся с места происшествия. Естественно, тогда, на тот момент, огромные силы полиции прибыли на место происшествия. Представляете, 2009 год, 13 лет назад, были проведены очень серьезные действия, оперативные, следственные. К сожалению, тогда, на тот момент, они не дали определенных результатов. Но сейчас, во время продолжения следствия, как я уже сказал, очень серьезная технология, современная, позволила нам выйти на профиль ДНК. То есть, там определенный был оставлен, найден на месте происшествия, на месте преступления, этого изнасилования ДНК. Но мы тогда, на тот момент, полиция, владея теми технологиями, которые были на тот момент, мы не могли выйти, не удалось нам выйти на профиль того человека, подозреваемого, который совершил это изнасилование. И, как я уже сказал, сейчас, благодаря этим технологиям, мы сумели выйти на подозреваемого. Речь идет о жителе окрестностей Иерусалима. Сейчас ему уже 30 лет. На данный момент был произведен арест. Причем, я вам скажу, тут что интересно еще. Параллельно мы через наших представителей за границей, с использованием, естественно, всех наших контактов, мы сумели найти, найти эту девушку, которая проживает в одной из стран Северной Америки. И не просто ее найти, а и доставить ее в Израиль и провести определенные, очень серьезные следственные действия, естественно, вместе с подозреваемым. В результате этих следственных действий и всего комплекса остального следственных оперативных действий, экспертов и так далее, мы сумели добыть однозначные улики против этого подозреваемого. Представляете, ТНК, которого было найдено на месте изнасилования в 2009 году в Иерусалиме. Сейчас против него прокуратурой подано обвинительное заключение. Это очень важный момент, очень важный посыл. И для самой этой девушки сейчас, конечно, прошло уже 13 лет. Представляете, какое тяжелейшее происшествие. Сейчас она приехала в Израиль и она увидела того человека, который совершил... То есть она его опознала, да? Я думаю, что, в принципе, сейчас, да, об этом можно сказать. Ну, смотрите, прошло 13 лет. Естественно, это все очень непросто. Но однозначные улики, которые указывают на то, это ДНК. ДНК подозреваемого, которые были найдены на месте преступления. Это, конечно, важнейший момент, который в конечном итоге привел к тому, что прокуратура Иерусалимского округа подала обвинительное заключение против подозреваемого по обвинению в изнасилку. Ну, против науки не попрешь. А говорят, что были публикации о том, что, в общем-то, это достаточно случайно, что каким-то образом он где-то оставил маску. Вот сейчас же все носят маски. Вот именно с этой маски и получили его ДНК. То есть он проходил по какому-то другому делу или что? Ну, вы знаете, во-первых, это все не случайно. Это комплекс действий полиции, которые, естественно, мы немного о них говорим. Но важно сказать, что, конечно, полицейские действуют, и следователи, оперативники действуют иногда очень креативно. И эти действия, конечно, в данный момент, и именно по этому делу, позволили нам добыть ДНК этого подозреваемого в определенный момент, определенными действиями. И, конечно же, моментально сверить, сверить это ДНК с тем ДНК, которое было найдено на месте преступления. И однозначно, конечно, произошло полное совпадение, и это дало нам, конечно, прорыв в этом деле. То есть спасибо коронавирусу, что дал нам такие возможности. Я думаю, нет. Важно действительно технологии, которые сейчас на данный момент имеются в распоряжении полиции, которые дали нам возможность в конечном итоге выйти на профиль, на профиль того подозреваемого. ДНК, который совершил это изнасилование. Помните, я вам рассказывал о деле, об убийстве ветерана, офицера советской армии, когда также это произошло 5-6 лет назад. Да, мы об этом говорили. Да, поэтому это то же самое вот сейчас. И это, как я уже сказал, важнейший посыл. Происшествие, представляете, изнасилование, которое произошло 13 лет назад. И сейчас этот преступник, как сказал Жеглов, в свое время он будет сидеть в тюрьме. Его место в тюрьме. Да, преступник должен сидеть в тюрьме. Михаил, ну расскажите, как удалось найти цепочку Валиной Ашрама олимпийской чемпионки? Ну это, вы знаете, такой, чисто, можем сказать, такой случай, который довольно и случайный, и с другой стороны не совсем случайный. Но вся... Это даже не цепочка, это ожерелье, насколько я понял. Да, причем это ожерелье, которое она получила за победу на Олимпийских играх. На Олимпиаде. Да, и здесь, конечно, я вам скажу, что дело, как я уже сказал, и оно и случайное, и не случайное. Но всегда, как бы, говорят правильно. То есть счастье и случайность, она идет с теми, которые все-таки стараются что-то сделать. И у них это получается. О чем мы говорим? То есть сама кража этого ожерелья, она произошла на определенном мероприятии в физкультурном центре Вингет, в центре Израиля. И тогда Леной заявила о том, что произошла пропажа этого ожерелья, которое находилось у него в сумочке. Естественно, были проведены определенные следственные действия. Это очень непросто. Я вам скажу, иногда намного легче раскрыть убийство или изнасилование, чем раскрыть такие виды преступлений, как кражи, цепочек или каких-то других видов имущества. И в данном случае, я вам скажу, полиции реально просто повезло. Не повезло тому человеку, который попался в руки полиции. Что произошло? Произошла серьезная операция израильской полиции в населенном пункте арабском Джасир-Эль-Зарка. И там мы практически постоянно, я вам об этом рассказываю, мы проводим очень серьезные мероприятия в арабском секторе по поиску наркотиков, оружия и так далее. И на одном из таких мероприятий полицейские арестовали определенного товарища арабской национальности, в доме которого были найдены наркотики. Он был доставлен в полицейский участок этого населенного пункта Джасир-Эль-Зарка, причем это, в принципе, мы говорим о центре страны, населенный пункт, который находится рядом с городом Кейсария. Я думаю, что многие знают об этом и слышали об этом. Ну и недалеко от города Нетания, где находится центр Вингейт, в котором, собственно, и произошла краза. Да, совершенно верно. И таким образом этот товарищ был доставлен в наследство, в полицейский участок. И тут, откуда ни возьмись, появляется его родственник, который начинает, в общем, очень так сильно, неграмотно совершенно кричать и угрожать полицейским, чтобы полицейские отпустили его родственника и так далее. Ну и ребята полицейские вышли, этого товарища попросили пройти в участок. Он был, естественно, арестован. Ну а, естественно, я вам скажу, я думаю, вы знаете, когда происходят аресты, сразу нужно провести обыск на теле подозреваемого, в его вещах, в карманах и так далее. И самое интересное то, что во время обыска был у него найден нож. И было найдено ожерелье, ожерелье, которое принадлежит Линой Ашрам, которое было украдено в нее неделю назад. Этот товарищ был, естественно, сразу арестован, доставлен в суд для продления ареста. И вот такой горе-вор, скажем так, который пришел, начал выступать, кричать, угрожать полицейским. То есть сам нарвался, по сути дела, да? То есть к нему никаких претензий не было? Сам нарвался, никаких не было к нему изначально никаких вопросов. Его, естественно, ребята моментально арестовали. Как я сказал, было найдено ожерелье. Этот товарищ, ему продлен арест, он находится сейчас, на данный момент, за решеткой. Ожерелье возвращено Линой. И, в принципе, это происшествие, так оно и закончилось. Ну, теперь перенесемся на израильско-иорданскую границу. Да, вы знаете, у нас есть очень серьезное подразделение полиции Израиля в Северном округе, которое действует именно по предотвращению контрабанды оружия и наркотиков. На границах, на границах нашей страны, а именно на северных границах. Это граница с Сирией, Ливаном и Орданией. Не секрет, я думаю, вы знаете, я много раз об этом говорил, что происходят контрабандные действия, контрабанда наркотиков, оружия через границы. То есть пытаются это сделать и ливанские граждане, и орданские граждане, и сирийцы, и так далее. Это подразделение, которое называется Ягаль, оно работает именно в четком, очень эффективном взаимодействии с израильской армией. И буквально позавчера была получена индикация от израильской армии о том, что по всей вероятности произошла переброска оружия через иорданскую границу, через забор, заградительный забор. Были даны этому подразделению Ягаль координаты. Ребята прибыли на это место, я вам скажу, что для израильтян это немножко как бы было непросто и необычно в том плане, что в ту ночь была погода очень непростая, 5 градусов мороза, представляете, и нужно было несколько часов. Секундочку, 5 градусов мороза или все-таки 5 градусов тепла, Михаил? 5 градусов мороза, представляете, иорданская граница, самый север страны, ночь, и полицейские там работают, и ждут определенного товарища, который затем будет связан и привязан к этому оружию, которое по всей вероятности было переброшено. В определенный момент оперативники обнаружили мужчину, который ехал и продвигался вдоль границы на электрическом велосипеде. Он был задержан, был произведен обыск. У него в сумке было найдено 5 пистолетов, было найдено еще определенное оружие. Речь идет о 38-летнем жителе палестинской автономии. Он был арестован, оружие было изъято. И таким образом предотвращена контрабанда оружия. Действительно, там продолжается практически постоянно работа на границе с использованием технологии и в полном взаимодействии полиции с израильской артой. Спасибо, спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с пресс-секретарем израильской полиции, майором Михаилом Зингерманом. Михаил, удачи вам и удачи израильской полиции, так как там кто же злому пистолетом на посту зимой и летом. А наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok